Этот КАМАЗ насмерть сбил подростка 14 лет. Единственное фото с места происшествия. В тот же день, уже в другой части города, другой грузовик сбил Арину Грицай 9 лет. Ей повезло больше. Мама приехала на место ДТП уже через 15 минут. У нее гематома лобной области, ушиб костей таза, перелом копчика. Ну и просто психологическая травма. То есть ребенок очень сильно испугался, она вообще кричала очень сильно. Не знаю, просто он как будто из-под земли вырос, не знаю. Никого не было, или он черный, как, не знаю, и сливается с темнотой, и я его просто не заметила, или он меняет. Сильно испугалась? Очень. Я больше испугалась, чем боль почувствовала. Арина просто возвращалась с тренировки по воздушной гимнастике. И куртка со световозвращателями не помогла. Родители купили новую, которая должна еще отчетливее обозначить ребенка в свете фар. И это, как говорят в ГИБДД, один из эффективных шагов на пути к дорожной безопасности. Мы обращаем внимание родителей. Научите ваших детей контролировать дорожное движение. Рекомендовали бы устроить такие небольшие 15-минутные экскурсии. Подойти к проезжей части и пусть ребенок понаблюдает, как едут водители. Пропускают ли они пешеходов. Понаблюдать за манерой управления транспортным средством. Быстро они останавливаются резко возле пешеходного перехода. Либо они плавно притормаживают. То есть пусть дети научатся анализировать движение на дороге. И, конечно, умеют правильно переходить. Один таксист мне говорил, что лучший способ перейти пешеходный переход – это пробежать его максимально быстро. Для него-то, конечно, потому что вы не мешаете его движению. Но для вашей жизни безопасности самый лучший способ, особенно на многополоске, останавливаться перед каждой полосой. Проверять, пропустил ли вас водитель. Делать это медленно. Это, конечно, лучший способ вызвать ненависть водителей. Зато они точно остановятся. И главное – научите детей снимать наушники и капюшоны перед выходом на зебру. Все банальности, но, как показывает статистика, и кадры, снятые этим летом, банальности тоже необходимо повторять. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.